Руперт Грейвс В роли Клеопатры Леонор Варрелла Добро пожаловать в Александрию, Цезарь. Царь Птолемей ждет тебя. Добро пожаловать в Александрию, Цезарь. Двенадцать. Двенадцать. Я вполне взрослая, чтобы править. А кто ты? Я Арсеноя, царица Египта. Разве так завещал твой отец? Мой отец умер. Но он платил долги Риму, Арсеноя. Цезарь, позволь объяснить. Кто это? Патин, главный министр. Потом. Где ваша старшая сестра? Она недавно покинула страну? Да. А наши деньги у вас? Клеопатра своими интригами вергла страну в нищету. В нынешних обстоятельствах, к несчастью, мы не можем выплатить долг. Это не проблема. Я просто его возьму. Великий Цезарь. Слушаю. Если ты поддержишь Арсеною, на троне. Я дам народу мир и процветание. Цезарь. Где ваша армия? Пелузи. А. Защищает Египет от Клеопатры. Должно быть, она очень опасна. Я хочу познакомиться с девушкой, называющей себя богиней. Идем со мной. Кто ты? Я Олимпус. Личный врач Клеопатры. Скорее. Должно. Олимпус, кого ты привел? Она же шлюха. Я тоже об этом слышал. Подойди. Как тебя зовут? Джушеба, Великая Царица. Мне говорили, что ты самая искусная сегодня в Ашкалоне. Я хочу, чтобы меня полюбил мужчина. Понимаю. Но это многого требует. Существует такое искусство? Искусство любви? Конечно. Мужчины любят, когда их гладят. Но все мужчины разные. Этот завоеватель. Такого легко затащить в постель. Но трудно держать его там долго. Он должен верить, что несмотря на то, сколько ты ему отдала, ему еще есть что завоевывать. Замечательно, правда? Да, конечно. Говорят, что свет видно за 30 миль. Что слышно об армии Птолемея? Так и стоит на границе. Охраняет от Клеопатры. Сколько их? 20 тысяч. Если они выступят против нас, их будет в пятеро больше. Слава Цезарю, Агенобарк. Мы нагрузили зерном шесть кораблей. Хорошо, это покроет долг Птолемея. Не надо, чтобы народ голодал. Большую часть зерна взяла их армия для войны с Клеопатрой. Остальное разграбили. Приведите мне царского хранителя. Могучий Цезарь, поверь мне. Я не думал красть это зерно. Казнить его. Нет, нет, не надо. Я могу все вернуть. Это Патин. Это Патин. Патин. Возможно, он продает его нашим врагам на Востоке. Жаль, что нельзя кастрировать Евнуха. В чем дело? Сделай что-нибудь. Спаси меня. Разбойники. Прости, император. Этот человек говорит, что принес себе подарок. Прекрасный ковер, повелитель. От Клеопатры. От Клеопатры. Оставьте здесь. Но ты еще не видел его. Завтра. Но, повелитель, государь, царица Клеопатра приказала мне развернуть его в твоем присутствии. Немедленно. Разверни. Сколько людей охраняет гавань? Две центурии. Утройте их количество. Мы не должны терять контроль над портом. Расставьте их здесь. 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 В случае нападения гавань останется единственным выходом. Моя гавань. Моя гавань. Моя гавань. Ха, 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 ха. Ха, 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 ха. Ты слишком молода для богини. Я дочь Изиды. Клеопатра. Цезарь. Что же влечет тебя к Цезарю? Мой отец был верным союзником Рима. Именно меня он короновал перед смертью. Я законная царица Египта. Твоя сестра так не думает. Она все время лжет. А юный Птолемей? Глупый мальчишка. Им вертит измени Клейент. Навести порядок в твоих интересах. А почему я должен выбрать тебя? Я законная наследница. Народ это знает. Он поддержит меня. Народ. Народ обрадуется, если тебя и всю твою семейку бросят на сиденье низким крокодилом. Я устал. Ты должно быть тоже. Тебе пора в кровать. В какую? В какую? Если узнает, что я во дворце, меня тут же убьют. Есть лишь одно безопасное место. Твоя кровать. Не очень-то скромно ты себя ведешь. Цезаря прославила не скромность, а отвага. Твоя кровать. В этом нет необходимости. Это не повлияет на мои решения. Я никогда не касаюсь женщины против ее желания. И сегодня тоже. Ты дрожишь? Боишься меня? Нет. Я никого не боюсь. Ты никогда это раньше не делала. Ты никогда это раньше не делала. Я к Тарюшке. Я, Клиопатра. Я к Тарюшке. Я, Клиопатра. Кто ты, Клиопатра? Тебе можно верить? Я Египет И он твой Только на одну ночь Мы должны немедленно восстановить доверие народа к своим вождям, иначе Египет скатится в анархию. Согласны? Безусловно. И лучший способ восстановить порядок – провозгласить Арсеною и Птолемея. А что она здесь делает? Она пришла ко мне вечером. Мы провели интересную беседу. Я удивлена. Великий Цезарь беседует с врагом Египта. Он хотел узнать правду. Как вы с Патином задумали убрать меня? Настроили против меня брата? Настроили брата? В этом не было нужды. Даже мальчишка видит какая-то лживая, подлая. Это ты предала. Замолчите. Вы обе. У тебя очень темпераментные сёстры. Цезарь, если позволишь. Юный Птолемей, поскольку твой отец всегда платил долги Риму, Рим признавал независимость Египта. Ты останешься царём, а царицей будет твоя сестра, Клеопатра. Это неслыхано! Далее. Я решил, что ты и Клеопатра поженитесь. Ни за что! Моим мужем не будет, мальчишка! Ты египетская принцесса. Согласно вашему древнему обычаю, браки между братом и сестрой, если они царского рода, вполне допустимы, каким бы отвратительным это ни казалось. Вы сможете достичь цели и сохранить целостность Египта. Что тебе до Египта? Мне большое дело до Египта. Он источник великого богатства. Я не позволю вам разорить страну гражданской войной. А как же я? А ты поедешь на Кипр. Я верну его династии Птолемею. Кипр? Этого мало. Цезарь, могу я просить? Патин, твои услуги будут вознаграждены. Это все. Царица Клеопатра, можешь остаться. Как ты мог? Я сделал тебя царицей Египта. Мне что, благодарить тебя? Пойми, это неблагодарность и тем более небезумие. Ты должна навести здесь порядок и выплатить долг Риму. Я просто обеспечиваю свои вложения. Чем скорее я покину это змеиное гнездо, тем лучше. Змеиное гнездо? Это твоя заслуга. Моя заслуга? Да. Все твоя римская алчность и высокомерие. Год за годом шантажировал отца, заставлял его покупать мир. Если бы я правила, я объявила бы вам войну. И потеряла бы все. Учись быть царицей. Я и так царица. Пока еще нет. Пока еще. Ты должна научиться думать по-царски. Стратегически. Начни править вместе с Толемеем и распусти его армию. Друзья мои, давайте отпразднуем наш успех. Толемей и Клеопатра поклялись жить в согласии, как муж и жена. И править как единое целое. Мир и дружба вновь воцарились в правящей династии. Больше нет нужды угрожать друг другу. Я с огромным удовольствием оказываю честь и доверяю нашему дорогому другу Патину срочно доставить эту великую весть в Пелузии. Мы распускаем армию. Пусть солдаты мирно разойдутся по домам. Моя личная стража проводит тебя. Патину нельзя доверять. Если пошлёшь его в Пелузии, он подчинит армию своим целям. Пойдём со мной. Нет! 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 Иногда нужно первым наносить удар к Леопатре. Я одобряю твой поступок. Он тебя не шокирует? Меня? Я привыкла к таким вещам. Начинай переговоры с египтянами. Отправь им его голову. Великая царица, не ожидал тебя увидеть. Идиот! Как ты дал Клеопатре обмануть себя? Посылай корабли на Александрию. Выступаем на рассвете. Вперёд! Цезарь! 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 В чём дело? Прости меня, император. Арсеноя бежала. И Птолемей. Они оба исчезли из города. Они ушли в Пелузии. Поднимать армию, чтобы выбить нас из Александрии. Соберите мой штаб немедленно. Мы поставим заслоны здесь, здесь и здесь. Мне надо ещё людей. Подкрепления подойдут нескоро. Мы должны удержать гавань, иначе наш флот будет разбит. Цезарь! Египтяне уже в пути. Они атакуют с моря и суши. Их слишком много. Нам не удержаться. Мы проиграем. Оставить гавань. Мы пустим их в город. Но тогда мы не сможем отступить, и ты потеряешь империю. Не стоит ввязываться в битву. Вернёмся в Рим. Цезарь, у нас нет выбора. Нет. Цезарь прав. Дав бой в городе, мы заманим их в ловушку. Все улицы ведут на Дворцовую площадь. Там их можно разбить. Ты читаешь мои мысли, Клеопатра. Всегда есть выбор, Руфи. Мы дадим бой на улицах, и когда они уже почувствуют вкус победы, мы ударим со всей силой. Сограждане, нам уже приходилось ставить на кон всё и побеждать. Поднимем же ставки. Главный приз Египет. Руфи. Руфи, пожар. Библиотека горит. Надо что-то делать. Нет, царица. Слишком опасно. Это конница врага. Нам надо уйти в безопасное место. Царица. 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 Царица, ты не ранена. Прости меня, царица. Ты не можешь покинуть дворец. Помоги мне, Руфи. Гонит наше сокровище. Вперёд! Поехали. Поехали! Назад! Назад! Деритесь за царицу! 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 Царица! Царица! Деритесь за царицу! 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 Сестры! А время по-другому! Все кончено! Я положила конец вражде До рождения моих детей! Больше не обманывай меня. Больше не обманывай меня. Спасибо, что привезла меня сюда. А ведь ты не хотел. Потому что я римлянин. Потому что ненавижу безделье. Потому что эротическая чувственность – это вид вероломства. Вот так Египет покоряет Рим. Наплевать. Ты счастлив со мной? Да. Смотри, богатство Египта. Твой приз. В союзе с Египтом ты покоришь Восток. Весь мир. Не забывай, я читаю твои мысли. Сделаем это вместе. Египет и Рим – величайшие империи в истории мира. Цезарь и Клеопатра. Новая династия. Я рад, что твои замыслы простираются так далеко, моя царица. Твоя царица, а твоя жена в Риме. Я много лет ее не видел. Она родила тебе детей? У меня была дочь. Юлия. Но она умерла. Смотри. Великолепно. Никто не знает, кто его сделал и зачем. Это тайна. Такая же, как и ты. Он охраняет гробницы мертвых фараонов. Пирамиды. Забытые властители. От них остались лишь гробницы, и это каменное божество. Одиноко торчащее посреди пустыни. Бессмысленно. Город мертвых. Только боги живут вечно. Мне надо вернуться в Рим. Нет, останься со мной в Египте. Когда я с тобой, я теряю себя. Ты околдовала меня, Клеопатра. Я должен вернуться. Нет. Я должен покорить мир и править им. После меня останется не одинокий камень, а новый мировой порядок. Он изменит настоящее и заложит основы будущего. Царь Фарнас поднял мятеж в провинции Понт. Всех римских граждан он убил или оскопил. Что еще? Марк Антони прислал депешу из Рима. Твои враги настраивают против тебя сенат, в их числе и Брут. Что он говорит на этот раз? Что тебе нет дела до республики, и что в Египте ты погряз в роскоши. В роскоши? Он прав. Ну? Ты беременна. Я знала. Я, кажется, давал тебе кое-что, чтобы не допустить этого. Может быть, я хотела ребенка. Зачем? Но ведь он будет от Цезаря. Он защитит его, а с ним и Египет. Но ему не дадут признать его своим. Рим не потерпит смешения крови Цезаря и восточной красавицы. Он уже потряс Рим до самых основ. Он добьется всего, чего захочет. Он Бог. Я знаю тебя с детства. Скажи мне правду. Это твоя стратегия? Или ты просто влюбилась? А в чем тут разница? Когда ты ему скажешь? Оставляю тебе три легиона. Хватит для поддержания мира. За Клеопатру отвечай жизнью. Следи, чтобы никто не навредил ей и чтобы она не навредила Риму. Что ты делаешь? Прощаюсь с роскошной жизнью. Сейчас? Сколько я могу ждать, по-твоему? Я должен идти на войну и напомнить Сенату, кто победитель. Мне надо что-то сказать тебе. Ну, что такое? Ты нужен мне. Ты нужен Египту. Египет подождет. И ты не защитишь свои вложения? Здесь голод, заговоры, бунты. А ты? Ты царица Египта. Оставляю его тебе. Если ты уйдешь, потеряешь свою лучшую провинцию. Потеряешь меня. Клеопатра! Я вернусь. Боги вовсе не так жестоки. Но у меня есть долг. На короткий миг мы с тобой были одни во всем мире. Но этот миг прошел. Рим должен быть отмщен. А моя власть восстановлена. Защитит тебя, Изида. Защитит тебя, Изида. Мы все знаем о событиях в Понте. Целостность Рима нарушена. Римские легионы разбиты. Тихо! Пусть говорит. Римские женщины и дети убиты. А где могучий Цезарь? Развлекается в Египте с иноземной царицей. Его отсутствие просто позор. Возражаю. Возражаю. Твое неуважение к Цезарю столь же гнусно, как и твои безответственные речи. Как смеешь ты обвинять человека, победившего галлов, раздвинувшего границы Рима до немыслимых пределов? Марк Антони, я всегда ценил заслуги Цезаря, но никогда не ценил его доброту и чуткость. Октавиан, ты любишь своего дядю. Я люблю Цезаря. Но он покинул Рим. Да. И сидит в далекой провинции, от которой нет никакого толку. Я бы так не сказал. Египет важен для Римской империи. Цезарь унизил Рим своим бесстыдным поведением. Спасибо, Касси. Ложь. Цезарь ничего не делает без причины. Все на пользу Рима. Но Антоний, а как же равнодушие к страданиям его сограждан, его римлян, будут бутчерты в этой сторону. А кто подавит беспорядки в понте? Кто отомстит за Рим? Не ты со своей риторикой, Брут. Только Цезарь. Прекрасно, Антоний. Если мы его найдем. Его не надо искать. Я прервал тебя, Брут. Сенат. Привет тебе, император. Этот человек перерезал горло родному брату. Казнить его. Этот был пьян и утопил своих четырех детей. Собственных детей? Казнить. Приветствую, великую царицу. У меня для тебя новость. Чармиона? Ирина, скорее, потрогайте. У него уже сила Цезаря. Руфи, надеюсь, ты сдержал обещание? Если эта весть дойдет до Рима, я буду очень недовольна. Твоя тайна умрет со мной, царица. У меня вести от Цезаря. Это копия его сенатского отчета. Мордиан, он покорил Понт. И это от Цезаря? Он послал тебе приглашение. В Рим. Оно даже не подписано. Его писал секретарь. Похоже на приказ. Он хочет, чтобы я присутствовала при его триумфе. Почему он не написал сам? Ну, его замыслы простираются на весь мир, царица. Возможно, ему было не совсем удобно. Неудобно? А может быть, мне неудобно покидать Египет. Напиши секретарю. Я отклоняю приглашение. Опять я прошу прощения. Я царица Египта. Я еду куда хочу. И только когда хочу. Можешь идти, Руфи. Следующий. Этот человек напал на римского офицера, когда воровал зерно. Казнить. Говоришь, напал на римского офицера? Да. Как тебя зовут? Геварий. Зачем ты воровал мое зерно? А ты не заметила, что твой народ голодает? Ты слепая? Неудивительно, что люди ненавидят тебя. Они твои дети, но тебе наплевать на них. Ты внушаешь им только страх. Но я не боюсь тебя, царица Клеопатра. Отпустите его. Прости меня, великая царица. Этот человек напал на римского воина. Это подсудно римлянам. Так почему приговор отправили ко мне на одобрение? Без вежливости. Тем не менее, я решила отпустить немедленно. Здесь полно зерна, так? До краев, царица. Зерна полно, а люди голодают. Его хотели отправить в Рим, царица. Вечный отцовский долг цезарю. С этим пора кончать. Нет, царица, нет. Великая царица, уходи отсюда. Вернись во дворец и жди там. Я все сделаю. Ждать чего? Новой гражданской войны? Я не могу защитить тебя здесь. Открывай. Мое зерно принадлежит народу, а не Риму. Идите. Берите. Но тогда они убьют нас. Во имя моего нерожденного сына, ни один римлянин не возьмет ни зернышко, пока голодает народ Египта. Командир, отзовите людей. Берите. Оно ваше. Верьте мне, я не враг вам. Берите. Оно ваше. Оно ваше. Оно ваше. Оно ваше. Ой. КЛЕОПАТРА Пошлите за повитухой О, Изида Так Дыши глубже Дыши У-В-В-Кosen С-А-А-А-А! О-А-А-А! ТУШЬСЯ! ТУШЬСЯ! О-А-А-А-А! О-А-А! О-А-А-А! О-А-А-А-А! О-А-А-А! Где он? Покажите мне. Маленький, но сильный. Как ты его назовешь? Таллимей Цезарь. Что? Но так нельзя, не получив одобрения Цезаря. Я сама дам ему имя. Опасная фантазия. Цезарь не может даже признать его своим сыном, и уж тем более своим наследником. Дорожайшая царица, ты бросаешь вызов самому могущественному человеку в мире. Много там народа. Весь Египет. Что ты делаешь? Ты же только что родила. Мой народ хочет видеть меня. Вот принц Египта. Вот сын Цезаря. Таллимей Цезарь. Я покажу его отцу. Я поеду в Рим. Это Цезарь. Царица Клеопатра. Великая Царица. Можно? Кто ты? Я Марк Антоний. Начальник императорской конницы. Прошу прощения, что Цезарь не приветствует тебя лично, но у него в Риме очень важные дела. Он просил меня выразить почтение и восхищение твоей царственной персоне. Особенно восхищение. Подожди снаружи, начальник конницы. Положи дитя в отдельной носилке. Никому не показывай. Иди. Как тебе наша прекрасная страна? Конечно, трудно все разглядеть из носилок. Чувствуешь этот сосновый аромат? Бодрит, не правда ли? В детстве я охотился здесь. Что означает твоя должность, начальник конницы? То, что я служу Цезарю. И облечен его доверием и дружбой. Так ты его слуга? Нет. Я командир. В его армии. Можешь оставаться на вилле Цезаря, сколько тебе угодно. А где живет его жена? В городских апартаментах. У храма Весты на форуме. Но он предпочитает этот дом. Это и понятно. Здесь такой вид. Здесь так спокойно. Как у волка в логове. Сейчас здесь опасно. Особенно для Цезаря. Что это значит? Чем сильнее он становится, тем уязвимее. Римляне не очень любят людей, ставящих себя выше их. А ты? Ты любишь его? Я? Да, я люблю его. Он само величие. Ладно. Пора идти. Все твои желания будут исполнены. Когда Цезарь придет ко мне? Он назначил торжественный прием на завтра, перед триумфом. До завтра, царица. КОНЕЦ Как смел ты не писать мне? Как смел ты послать ко мне конюха? Что это? Это мой подарок для тебя. Иди ко мне. Иди ко мне, любовь моя. Чей ребенок? Его зовут Птолемей Цезарь. Но я называю его Цезарионом. Он мой. Ты родила сына и не сказала мне? Я не думал, что у меня будет сын. Он. В нем я вижу себя. Когда объявишь об этом Риму? Я не могу признать его своим. Но он твой. Это сильно повредит мне время. Все должно остаться между нами. Обещай мне. Клеопатра, обещай мне. Сейчас же. Царица Египта. Приветствую тебя в Риме, царица, и в моем доме. Мы все очень хотели увидеть тебя. Моя жена. Кальпурния. Мне приятно видеть супругу великого Цезаря. Нет, это мне приятно, великая царица. Если мой муж так тебя любит, то я чувствую то же самое. Мой племянник Гай Октавиан и его сестра Октавия. Ты должна получше узнать Октавиана. Он будущая Рима. Это правда, Октавиан? Наследие Цезаря, вот будущая Рима. Или его развалин. Мой самый суровый критик и лучший друг Марк Брут. Ты ведешь себя с вызывающей вольностью, Марк Брут. В Египте тебя удавили бы на месте. Таков его обычай. Это римский обычай. Здесь у нас нет царей. Знаешь, все граждане Рима равны. Те, кто любит республику, должны думать именно так. Ваша страна богата. Мой муж хорошо там пограбил. Он не грабил. Эти дары я дала ему сама, по доброй воле. Ты так думаешь? Их представили как военные трофеи. Царица Египта. Что они кричат? Кажется, шлюха Цезаря, великая царица. Жаль, что они испортили триумф. Нет, Брут. Дело в том, что наш календарь основан на лунном цикле, и поэтому неточен. Ты же не хочешь сказать, что введешь новый календарь? Я хочу улучшить его. Ты хочешь изменить всю нашу жизнь. Поистине, мы прокляты богами. Царица Египта. Царица Египта. Время не нуждается в твоей защите, Брут. Приветствую тебя, Клеопатра. Хорошо, что ты вернулась. Прости нам наши римские обычаи. Если царица так плохо думает о римских обычаях, ей лучше вернуться в Египет. Вы осмотрели военные трофеи, а теперь увидите драгоценнейшее сокровище Египта. Это твой сын. Толемей Цезарь. Кладу его к твоим ногам. Почему ты не берешь его? Это не сын Цезаря. У тебя нет доказательств. Не трогай его. Если дотронешься, значит признал его. Субтитры делал DimaTorzok Это мой сын. Его зовут... Толемей Цезарь. Ты обзавелся соперником, Октавиан. Я недооценил тебя, Клеопатра. Знаешь, что ты натворила. Нанесла мне удар прямо в сердце. Я тебе кто шлюха? Родившая тебя ублюдка. Я царица. А Цезарион твой наследник. Он мой сын. Мой наследник Октавиан. Но он не твой сын. Он римлянин. Я вернусь в Египет, где мой сын получит реальную власть и исполнит свое предназначение. Если ему позволят. Наш сын получит власть только если Египет будет независим от Рима. А это уже в моей власти. Египет свободен лишь потому, что я так хочу. А ты остаешься царицей только по моей воле. Потому что я люблю тебя. Как сильно ты любишь. Я готов лишиться всего ради тебя. Здесь очень опасно. Для тебя и нашего сына. Я пошлю к вам Марка Антония. Ему можно доверять. Цезарь. Племянник. Я очень озабочен. Чем именно? Египетская царица. И этот ребенок, которого ты признал своим. Он мой Октавиан. Цезарь, Леопатра использует тебя в своих целях. Все это видят, кроме тебя. И еще ребенок. Надо что-то делать. И что, Октавиан? Избавься от него. Он опасен для тебя. Мой сын не опасен мне, Октавиан. И тебе тоже. Ты мой наследник в Риме. Его страна Египет. Но если хоть волос упадет с его головы, я тебя убью. Прошу прощения. Я буду внимателен. Ты любишь выпить. Когда нужно, царица. Привет! В свое время я одолел сотни врагов. Но должен сказать, ты обезоружила меня. Завидую Цезарю. Счастливчику, Цезарю. Любимцу богов, раз ему досталась ты. Когда он придет ко мне, ты видел его? В чем дело? Цезаря. Цезаря! Боже мой. Это Октавиан. Что? Октавиан, наследник Цезаря. Это он хотел убить моего сына. Беги! Кто послал тебя? Кто послал тебя? Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Судьба Цезаря и его божественная сила меняют представление о человеческих способностях. Они абсолютны и совершенны. Я принимаю титул как должное. Как пожизненный диктатор и полубог, я подавлю мятеж в Испании. Я укреплю наши границы в Сирии и Африке. Окружу Средиземное море железным кольцом. И тогда, сограждане, мы обрушим всю мощь Рима на восток. Против нашего самого могучего врага, за наш самый ценный трофей, Парфию, Слава Рима воссияет ярче, чем солнце. Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Пожизненный диктатор, царь, 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 о цезарь, стряхни с себя мелочные римцы. Слава Цезарю! Стремись к большему. Пусть они чтят тебя как бога. Неудивительно, что я так тебя люблю. Я возьму свой самый ценный трофей. Парфью! Мне нужна твоя помощь. Мы покорим ее вместе, Клеопатра. Ты и я. Египет и Рим вместе, рука об руку. Ты понимаешь всю грандиозность нашей мечты? Конечно, понимаю. Сначала ты должен развестись Кальпурнией, жениться на мне и провозгласить Цезариона наследником. Я не могу. Тогда Риму конец. И прекрасно. Создай что-то новое, более великое. Цезарь, это Рим. Мои мечты не знают границ, но это римские мечты. Значит, они несбыточны. Я вернусь в Египет. Там я законная царица и богиня, а не просто твоя любовница. Нет, я запрещаю. Ты останешься здесь. Ты запрещаешь? Ты приказываешь мне? Ты не совсем права. Просто это пошло бы нам обоим на пользу. В чем здесь моя польза? Или Египта? Если ты победишь Парфию, я все равно буду шлюхой Цезаря, а мой сын его ублюдком. А если проиграешь, гнев Парфиан обрушится на мой народ. Цезарь не проиграет. Ты не веришь мне? Не веришь? Отвечай! Почему я должна верить твоим словам? Верить, что завтра ты не умрешь. Дашь свободу Египту. Женишься на мне. Будешь хорошим отцом. Ты даже не видишь, что твой дорогой наследничек хочет убить нашего сына. Не клевещи на Октавиана. Я скажу. Я мать. Я знаю это сердцем. Мой сын в опасности. Наш сын. Будущее Рима. Его будущее Египет. Его ждет более великая судьба. Объедини два мира, как твой наследник. Я не позволю. Этого не будет. Тогда ты ничто для меня. Ничто. Цезарь, куда ты? Возвращайся домой, Тлеопатра. Возвращайся в Египет. Я завоюю Парфию без тебя. Я завоюю Парфию без тебя. В святом для Рима месте выставил статую своей шлюхи. Это омерзительно. Какое высокомерие. Жаль. Раньше он был сильным. Теперь им правят слабости и порочные страсти. Она околдовала его. У него есть сын. Он и тебя предаст, Октавиан. Он слушает только Клеопатру. Что вы хотите от меня? Будь с нами против него. На благо республики, Октавиан. Ради Рима. Я не могу предать Цезаря. Ну и вам не буду мешать. Боги сегодня хмурятся. Цезарь. Цезарь. Марк Антоний. Вульфия просит тебя о срочной встрече. Иди. Брут, я не могу и не поддержу вашу петицию. Вульфии сегодня нет дома. Думаю, ты ошибаешься. Вряд ли. Я Цезарь. Давайте. Вульфии сегодня нет дома. Иди, ты. Что случилось, царица? Что-то. Нет! Цезарь! Где же вы? Где вы, ублюдки? Конец первой части Здесь лежит тело Цезаря Здесь лежит душа и сердце Рима Все, о чем он мечтал Все, что он создал Все, что он завоевал Римляне Римляне Кто-то говорил Что он слишком дерзок В своих мечтах Его обвиняли в надменности Но это было видение Они не могли понять его величие Слишком ничтожны были они Чтобы понять его И вот Эти людишки Подло убили его Они вырвали сердце у Рима Помните, что они сделали с ним Ибо я клянусь вам, сограждане Что до последнего вздоха Я буду мстить за его смерть Я отомщу за Цезаря Я отомщу за Рим Режиссер Фрэнк Роден Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вперед! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет! 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 Не надо! Пощадите меня! Нет! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Антоний! Поздравляю с великой победой! Жаль, что ты был слишком болен. Будут новые битвы? Да, конечно. Кассий погиб. От своей руки. Прекрасно. Такая долгая и тяжелая война. Цезарь отомщен. И трех лет не прошло. Дело не кончено. Брут пока еще жив. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он тоже погиб от своей руки. Умер смертью героя. Зачем ты это сделал? Я хочу привести голову предателя в Рим. И положить ее к изваянию Цезаря. Цезарь никогда не глумился над телами своих врагов. Он убил Цезаря. Он подлый убийца. А ты весник. Так. Октавиан вторгнется в Египет. Это лишь вопрос времени. У него слишком много дел, царица. Он теперь правит вместе с Марком Антонием. Что на это скажешь, Руфий? Они разные люди, царица. Рано или поздно, но они сцепятся. А когда они сцепятся? Чью сторону ты примешь? Как долго я могу полагаться на тебя? До самой моей смерти. Такова воля Цезаря. В завещании Цезаря нет ни слова о Цезарионе. И если Цезаря нет, кто гарантирует нам независимость? Я. Я строю корабли. Скоро у нас будет Великий Флот. Это большие деньги, Великая Царица. Главное, отбросить Октавиана. Он уже пытался убить моего сына. И попытается снова. Что ты говоришь? Ты хочешь начать войну с Октавианом? Я хочу защитить моего сына. Мы должны быть готовы. А для этого нам нужен самый мощный флот в мире. Я хочу показать тебе самое прекрасное в ночном небе. Смотри. Падающая звезда? Нет, любовь моя. Это твой отец. Он живет рядом с богами. Он хочет увидеть тебя. Твой отец, Великий Цезарь. Мы назвали его шестеркой. Три ряда весел по каждому борту. На море нет корабля мощнее его. Но какова его скорость? Есть суда быстроходнее. Но что значит скорость по сравнению с мощью? Он построен для битв. Не для гонок. И он непотопляем. И сколько таких кораблей? Больше двухсот Великая Царица. Хорошо. Я очень довольна. Это разорение для Египта. Лучше разорение, чем неволя. И что мы будем делать с этим флотом? Ты что, всерьез хочешь сразиться с могучим Римом? Ну, не совсем Римом. Флот готов. Где Марк Антоний? Кажется, в Тарсе. На полпути сюда. Надо перетянуть его на свою сторону. Я немедленно еду туда. От этого зависит судьба Египта. Готовьте царскую барку к войне. К войне? К войне? Да. В другой войне. Итак. У нас кончаются продукты. А людям не платят месяцами. Пока они любят тебя, император. Но надолго ли это? Кто это? Царица Египта. Кто это? Кто же еще? Да. Хорошо. Хорошо. Здравствуй, Дионис. Неожиданная радость. Ты не приехал ко мне в Египет. Но ты меня не приглашала. Я ждал три года. Ты был так занят на войне? Не так уж и занят. Не пора ли отдохнуть? Конечно. К столу? Конечно. Зачем ты приехала ко мне? Ты был другом Цезаря. И ты мой друг. Прошу внимания. Благодарю вас за ваше мужество и преданность Марку Антонио. За Марка Антония. И за новую дружбу Антония и Египта. Знак этой дружбы прошу принять мой скромный подарок. Отпразднуем новый союз между Марком Антонио и царицей Египта. Ты очень щедра. Зачем ты это делаешь? Египет богат. Я люблю делать подарки. Ты меня подкупаешь. Я не подкупаю Антонио. Я приказываю. Если ты хочешь быть моим союзником... Я и так твой союзник. Но я хочу большего. Поговорим завтра, когда ты протрезвеешь. Спокойной ночи. Подожди. Смотри, Антоний. Это ты. Зачем ты это сделала? Как ты смеешь торгаться в моей покое? Оставьте нас. Ты приехала, чтобы посмеяться надо мной? Уходи сейчас же. Весь вечер ты играла со мной. А теперь ты меня гонишь. Да, я гоню тебя. Проклятие. Женщина, чего ты хочешь? Не я хочу. А ты должен хотеть. Править вместе со мной, Египтом и Римом. И посадить на трон моего сына. Что ты говоришь? С ума сошла? Иначе Актавиан убьет нас обоих. Ты это понимаешь? Я понимаю, что ты сошла с ума. Ты любишь только себя и одержима властью. А ты солдафон, одержимый дисциплиной. Послушно выполняешь приказы. Стелешься перед Актавианом. Стелюсь? Я не перед кем не стелюсь. Тем более перед женщиной. Тогда будь сильным. Будь как Цезарь. Я не Цезарь. Да. Ты прав. Чувствуешь, как бьется? Это бьется жизнь. Не покойный властитель, а я, Марк Антоний. Здесь с тобой. Сейчас. Я тебе не лошадь, Конюх. Убирайся. 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 Ты опоздал! Я не так пунктуален, как ты, Октавиан Цезарь, не Октавиан Этот титул надо заслужить Октавиан Мы созвали эту встречу, чтобы разделить все римские провинции между вами Двумя соправителями Нам не нужна новая гражданская война Я не хочу такой войны Мне плевать на амбиции человека, ставящего себя выше Цезаря Цезарь сам избрал меня наследником Ты обманом втерся к нему в доверие Помолчите вы оба Вы были союзниками в войне Так будьте же союзниками и в мире Правьте империей на равных Пока он остается на своей территории, я останусь на своей Я возьму земли на востоке В том числе Египет Конечно, кто еще может править страной, погрязшей в неге и роскоши? На это можно согласиться, но у меня есть дела в Египте Если не хочешь гражданской войны, не лезь в Египет Все что угодно, но только не это Забирай, что хочешь Ну и прекрасно Я беру Испанию, Галию и Африку Согласие достигнуто Восток Антонию, запад Октавиану То есть... Цезарю Все понятно? Ну, разве что Не мешало бы заключить между нами частное соглашение Думаю, нашей новой дружбе нужны более личные Гарантии Что это значит? Надо скрепить наш союз У меня есть сестра Октавия У тебя нет жены Ты станешь членом нашей семьи Тогда наши интересы будут совпадать Я даже сделаю тебе свадебный подарок Наши легионы в Галии Согласен? Помоги мне Ей выкинуть Антония из головы Сделай это Она не должна так страдать Из-за свадьбы Антония Великая царица Великая царица Прошу тебя, очнись Не губи себя На радость Антонию Не напоминай об этом предателе Изида Изида Пожалуйста, помоги мне Хай, пойду Пожай, пойду Субтитры сделал DimaTorzok Это я А там справа Ты Но он не похож на меня Это и не требуется Всех фараонов изображают одинаково Ведь наша династия бессмертна и непрерывна Прости Я не хотел тебя испугать Мои братья и я приветствуем тебя Дочь Изиды в храме солнца Зачем ты пришла, богиня? Моему сыну пришло время узнать о наших богах А А я хочу узнать о себе О своей судьбе Ты найдешь ответы здесь Идем со мной Одна, пожалуйста Вот здесь солнце Твой отец Каждое утро освещает обелиск Начиная новый день Солнце возродилось И священная кобра, богиня Твоя защитница Обычных людей она убивает Но если укусит бессмертного, такого как ты Тогда это дар Укус кобры Отправит тебя прямо к богам Мордиан? Мордиан Иду Иду, иду Где мой бог? Где моя армия? Где полководцы? Где адмиралы? Кремляне атакуют Это Марк Антоний, царица Ха 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 х Почему его так долго нет? Жители Александрии воздают почести великому Антонию. Моя благородная царица. Мой самый нежданный гость. Мое почтение Птолемею Цезарю, властелину двух стран. Эта малышка пробралась на мой корабль. Я подумал, что она будет тебе хорошим товарищем. Надеюсь, мы с тобой станем большими друзьями. Благодарю, великий воин. Зачем ты приехал? Чтобы собрать дань? Взять зерно за долги? Осмотреть свои владения? Чтобы вкусить удовольствие Египта. И преподнести тебе ценный подарок. Себя. Марк Антоний не воюет с Египтом. Остается на милость. Я не люблю Октавию. Я женился во имя мира. Ты был моим другом и женился на сестре моего злейшего врага. На то была причина, Октавиан. Величайший в мире воин стал величайшим лжецом. Я верила тебе. Я хотел защитить тебя. Защитить свои интересы. Октавиан отказался от Египта. И ты веришь ему? Помолчи, пожалуйста. Как ты мог? Забудь Октавию. Я женился по расчету. А жить хочу по любви. Клеопатра, мое сердце сильно бьется. Мой взор ясен. Я вижу только тебя. Все, чего я желаю, все, что я ценю, это ты. Только ты. Отдаю тебе себя, моя царица. Я весь твой. В глазах богов мы единое целое. Я отдаю себя. Я отдаю себя Египту. Я отдаю себя. Я отдаю тебя. Никак не могу насытиться. А ты тоже? Да, Египет. Никогда не покину тебя. Нам столько предстоит. Столько всего увидеть, почувствовать. И завоевать? Я говорил о твоей стране. Я хочу узнать все о ней. Каждую мелочь. Не предполагала такого. С тех пор, как... Не говори о прошлом. Твоя жизнь только начинается. Граждане Александрии. Я стою перед вами во всем величии Рима. Объявляю вам, что царица Клеопатра, вдова Гайи Юлия Цезаря, была его единственной и законной супругой. И что их сын, Ктолемей Цезарь, единственный и законный сын великого Цезаря. Иди сюда, юный Цезарь. Пусть люди увидят тебя. Пусть знает весь мир, что я, Марк Антоний, расторгаю свой вынужденный брак и беру в жены царицу Клеопатру. И в честь этого великого союза я присоединяю к владениям Птоломея Сирию до самых ее пределов. Он не только провозгласил египетского ублюдка наследником Рима, он передал Сирию иностранной державе. Позор! Позор! Не будет преувеличением сказать, что Марк Антоний бесчастный человек. Там, на востоке, он валяется в грязи с нильской шлюхой, поймавшей его на тот же крючок, что и Цезаря. Объявляю вам, сограждане, что Марк Антоний разорвал наше соглашение. Верно. Ради блага империи я, как соконсул, должен сделать то, что требует законы Рима. Война! Я объявляю справедливую и праведную войну против Антония и Клеопатры. Поехали! Скорее! Скорее, Октавиан! Гораций Корнелий, попробуйте эти пирожные. Их трудно достать в Галлии. Что ты тут делаешь? Принимаю командование. Это люди Антония. У тебя есть письмо от Антония? Антония больше не интересует дела Рима. Он думает только о Египте и о Клеопатре. Я не отдам тебе гальские легионы без личного приказа Антония. Тогда ты умрешь. Эти люди верны Антонию. Тогда они пойдут за тобой. Антоний! Корнелий! Я отомщу за тебя! Остановите его! Вперед! За ним! Он так хорошо играет с ним. Неудивительно. Он сам ребенок. Лучше бы тебе не унижать Антонию в моем присутствии. Ты его так любишь? Так что теряешь голову? Я люблю Олимпас. Но голова у меня ясная. Он нужен Египту. Нам нужна его сила. Ты даже не знаешь его силы. Только его слабости. Что это значит? Ты сильная моя царица. В тебе достаточно силы, чтобы владеть миром. Но Антоний хочет владеть только тобой. В этом его слабость. Ты не прав, Олимпас. У него есть видение. И он не слаб. Гораций. Что случилось? Почему ты в Александрии? Повелитель. Октавиан подчинил себе гальские легионы. А что, Корнелий? Убит. Он бросает мне вызов. Октавиан нарушил клятву? Император, отправляйся в Рим. Обратись к Сенату с жалобой. Ударить первым. Ведь так ты говорила. Гражданская война? Римляне против римлян, Антоний. Обратись к Сенату. Закрушить мир, пока он не закрушил тебя. Мы не будем ждать Октавиана. Мы сами к нему придем. Твой флот, моя царица. А там Октавиан. Силы почти равны. Мне это не нравится. Что тебе не нравится? Не следует атаковать с моря. Если мы хотим победить, надо избрать римскую тактику. Быстрый удар по суше. Октавиан запер нас в заливе. У нас нет выбора. Мы должны пробиться. Но, Антоний, это опасно. Враг приближается, друзья! Займите свои места! Все решится здесь. Да помогут нам боги. А-а-а! Это корабль Антония. Быстрее! Быстрее! Марк Антоний путает флот с кавалерией. Ну, если уж он так хочет. Терпение, терпение. Мы заманим его. Он идет слишком быстро. Он слишком спешит. Он попадет в ловушку. Назад. Берегись. В атаку. Оставим. Абордаж. Зайди вниз, моя царица. Оставим. Оставим. Отбросьте их! Деритесь за свою царицу! Отбросьте их! Антоний! Где Антоний? Найдите его! Его корабль затонул. Может, он еще жив? Прости, но после такого нельзя выжить. Октавиан будет искать тебя, моя царица. Я не могу бросить его здесь, надо что-то делать. Надо спасать себя, пока не поздно. Ради Египта! Антоний! Достаньте пурпурные паруса. Распустим их перед Александрией. Паруса Победы? Ты слышал меня. Выполняй. Как хочешь, Великая Царица. Именно как хочу. Украсьте нос гирляндами. И мачты тоже. Пусть люди поют победную песню при подходе к Александрии. Пусть мой народ не видит свою царицу побежденной. Укрой. Великая Царица. Укрой. Укрой. КОНЕЦ 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 А-А-А-А-А-А! КОНЕЦ 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 Дайте воды! Изида, мать моя, не отворачивайся от меня. Не отворачивайся от Египта. Приветствуем тебя, Антоний. С победой! Поздравляю, Антоний. Выбей со мной. С победой! Нет. Нет. Все кончено. Кончено. У меня добрая весть для тебя. Антоний! Оставьте нас. Оставьте нас! Я думала, ты погиб. Я погиб. Нет. Нет, не говори так. Это место, как огромная могила. Можно сидеть здесь, пока не станешь мумией. Ты бросила меня. Мне сказали, что ты погиб. Что мне оставалось делать? Сегодня я не мог поверить своим глазам. Город празднует победу. Надо было выиграть время. Не дать людям удариться в панику, организовать оборону. Оборону? Какую? Октавиан разбил нас полностью. Он не победил меня. Я все еще правлю Египтом. Как? Лжешь своим подданным? Как ты могла дать им поверить, что мы победили, когда нас так жестоко разбили? Мы победим, Антоний. Мы сделаем ложь правдой. Ты поражаешь меня своим лицемерием. Как будто его было мало. Тихо! Твои люди услышат. Мои люди? Какие люди? Морское дно усеяно, косми моих людей. У тебя осталось четыре верных легиона. Четыре легиона. Ты потерял надежду. Все может быть. Однажды Цезарь остановил целую армию, лишь с двумя легионами. Я не Цезарь. Я не Бог. Я не царь. Я человек. Всего лишь человек, отхвативший слишком большой кусок. ТОНШЕНИЕ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где он сейчас? Октавиан взял Пелузи. Так быстро? Отдай это Руфию. Пусть доставят Октавиану. Но это же символы твоей власти. Отправь их ему с этим письмом. Я отрекусь от престола в обмен на жизнь Цезариона и его право на египетский трон. Но зачем царица? Разве он пойдет на это? Другого выхода нет. Мы должны выиграть время. Иди. Опустите. С дороги. Прекратите. Что? Приветствую. Приветствую, Афродита. Приветствую царствие Бахуса. Октавиан дошел до Ашкелона. Ашкелон далеко от Александрии. Пойдем потанцуем. Пойдем. Разгони свою тоску. Ты долго собрался пьянствовать? А что ты хочешь? Чтобы я во главе четырех легионов дал ему бой? А ты отпразднуешь новую победу. Истинный правитель не трусит. Я не трус. Я просто бездомный бродяга. Мне негде скрыться, кроме как у жены. Хватит. Хватит. Все вон. Вон. Счастливо. Я доверяла тебе. Я верила в тебя. Верила в твою силу. Неужели я ошиблась в тебе? Ты ошиблась в себе. В твоей натуре видеть победу в поражении. Но не в моей. Я боюсь. Боюсь, что не могу везти людей. Надо было умереть. Надо было. Где мой меч? Я должен. Должен умереть с честью. Мои люди верили в меня. Так умирают цари. Прекрати. Дай мне мой меч. Дай мне мой меч. У меня есть честь. Честь не в этом. Хочешь оставить о себе такую память? Мужчина, не верящий в себя? Вставай. Вставай и дерись. Будь мужчиной. Хорошо. Я буду мужчиной. Да. Антони, смотри на меня. Смотри на меня. Мы будем драться. Скажи своей царице, Руфи, что я получил ее символы власти и очень признателен. Что до просьбы пощадить ее сына, сейчас я не могу ответить. Почему ты все еще верен ей? Она и тебя околдовала. Я получил приказ Цезаря. Цезарь мертв. Теперь я Цезарь. Ты можешь стать моими ушами в Александрии. Что ж, отлично. Скажи ей, что раньше, чем принять ее предложение, мне нужен некий жест преданности. Пусть она доставит мне голову Марка Антония. Можешь идти. Дай Октавиану то, что он просит. И он отблагодарит тебя. Нет. Ты должна. Великая царица, прошу тебя во имя Изиды. Ради страны. Ради сына. Забудь о любви. Это все равно, что вырвать мне сердце. Лучше Антоний, чем Египет. Лучше это, чем смерть твоего сына. Возьми нож. Лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу кое-чем поделиться с тобой Пойдем Что это? Еще один храм смерти Моя гробница, Антоний Когда я умру, ее запечатают Вот здесь я буду лежать Но только телом Душа моя устремится к новой жизни На волю А здесь Мой милый Благородный царь Я оставила место и для тебя Я лягу с тобой где угодно, Клеопатра Но пока не готов принять смерть Пока еще нет Сегодня я видел сон Я выиграл великую битву В пустыне Даже земля помогала мне Армия Активиана шла по крутому склону Им было негде развернуться Негде маневрировать Если я ударю, я ударю сильно и стремительно Я остановлю его Прикончишь его в пустыне Правильно Им осуществим твою мечту Соединим Восток и Запад Начнем новый золотой век Полный света и любви Наш век Антони Позволь мне и моим людям идти с тобой Нет, мне нужен верный человек здесь Береги царицу Ценой жизни Ценой жизни Активи Береги Береги Плог Береги Береги Остались только орнаменты, и все равно Октавиан их не получит. Царица — это полный список. Ты должен все вывести. Хорошо. Где Цезарион? Я давно его не видел. Зачем тебе знать? Просто так. Я беспокоюсь за него, вот и все. Я поклялся защищать его, как и тебя, Великая Царица. Благодарю тебя, Руфи. За твою верность. Руфи, Руфи, Руфи! Мы рассчитывали встретить только шесть легионов. Император, надо отступать. Потерял мужество? Дело не в мужестве. Это римские солдаты. Не надо заставлять их биться против соотечественников. Будем драться до победы. Драться до победы. Быстрей, быстрей! Закройте ворота! Скорей, закрывайте ворота! Где Олимпас? Надо немедленно вывести Цезариона. Быстро! Быстро! Цезарион! Цезарион! Ты отправишься в путешествие. Красивый корабль отвезет тебя в Индию, страну многих чудес. А ты поедешь со мной? Нет. Мама останется здесь. Ты не умрешь? Нет. Не надо. Не умирай. Я не хочу ехать. Какие новости? Мы проиграли. Их слишком много. Октавиан идет сюда. Ты должен ехать, сынок. Знаешь почему? Ты будущее Египта. Я не хочу ехать. Я не хочу ехать. Со мной ему ничего не грозит. Он, это Египет. Это все, ради чего я жила. Он будет жить ради тебя. Я не хочу ехать. Царица! 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 Марк Антони жив? Не знаю, моя царица, но тебе надо бежать. Октавиан будет здесь через час. Нет. Я подожду моего господина. Царица. Надо уничтожить документы. Беги, беги. Ты видел Сезариона? Где он? Вы видели ребенка? Где ребенок? Где ребенок? Прочь с дороги. Что ты здесь делаешь? Ты должен охранять царицу. Где мальчик? Его здесь нет благодаря Изиде. Нет? Что это значит? Это не важно. Он в безопасности. Послушай, Мартиан. Цезарион страшной опасности. Скажи мне, где его найти? Да. Но я обещал царице, что я... Только я могу защитить его. Его увезли из страны, верно? Куда? В Иудею? В Сирию? Неважно. Мы найдем его. Зачем ты это делаешь? Как ты мог предать свою царицу? Она не царица мне. Ты жирный старый дурак. Я служу только Риму. Предатель. Предатель. Богиня. Богиня. Подожди. Я принес тебя это из Храма Солнца, Богиня. Это ускорит твою встречу с богами. С дороги! Скажите, царица, что это Марк Антоний. Царица? Царица, это Антоний. Антоний? Это Антоний. Он жив. Вынесите его. Закрывайте ворота. Слава Цезарю. Ты убил мальчишку? Антоний, муж мой. Любовь моя. Не уходи без меня. Посмотри на меня, Антоний. Посмотри на меня. Как прикажешь, моя царица? Мы проиграли. Для меня ты само величие. Я здесь. Я с тобой. Не сиди. Не сиди со мной. Сражайся. Я не покину тебя. Я буду ждать тебя в следующей жизни. Я всегда буду рядом с тобой. Я с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Смирно! Антоний! Царица Клеопатра! Выходи! Покажись мне! Открой двери! Она жива? Не знаю. Принесите тарану, Цезарь. Итак, Антоний отправился к Цезарю. Нет. Он здесь со мной. Бери богатство Египта и дай мне спокойно умереть. Я не хочу, чтобы ты умирала. Я покорил великую страну, великую царицу. Я желаю, чтобы ты поехала со мной в Рим. Чтобы идти за твоими колесницами? Твой египетский трофей? Добыча октавиана? Именно так, да. Я не подчиняюсь и более высшим существам. А уж тем более простым смертным, как ты. Я богиня. Я бессмертна. Ах, да, дочь Изиды. У нас с тобой много общего. Мы обречены следовать своим натурам. Выполнять свое предназначение. Но я победил, Клеопатра, и ты поедешь в Рим. Я поеду с тобой в Рим. Но взамен кое-что потребую. Что угодно. Я могу быть великодушным. Пусть мой сын правит Египтом. Об этом рано говорить. Тогда дай похоронить Антония по египетскому обряду. Здесь, в этом месте. Тогда я поеду с тобой, как царица Египта. Склонившись перед могуществом Рима. Прекрасно. Мне нужно подготовиться. А мои символы власти? Конечно, я отдам их тебе. Мне они не нужны. Я получил все, что хотел. Проследи, чтобы она себя не убила. Подожди меня, Антоний. Уже скоро. А-А-А-А. МОЛЛО вот, что мне надо. А-А-А! Где наша царица? Что вы с ней сделали? Почему ты не защитил меня, Руфий? К сожалению, это было невозможно, царица. Нам надо помолиться в одиночестве, вдали от римских глаз. Боюсь, что не могу этого позволить. Ты уже должен знать наши обычаи. Ты не веришь мне? Я верила тебе все эти годы. Где наша царица? Что вы с ней сделали? Хотим видеть царицу! Открой двери Клеопатра! Открой, или я их вышиву! Несите таран! Граждане Александрии! Вам не следует бояться Цезаря. Египет и Рим всегда были близки. Великолепно! Хотим видеть царицу! Хотим видеть царицу! Хотим видеть царицу! Принесите корзинку! Быстро! Великая царица, позволь нам тоже отправиться в путь. Вы даже не знаете, насколько он будет долгим. У нас нет никого, кроме тебя. Ты – наше Солнце. Тогда отправимся в другой мир вместе. Ваша царица… Ваша царица… Ваша царица… Считает Цезаря своим другом и сувереном. Это еще что? Пошли. Отправь меня к Изиде. Отправь меня к Изиде. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще раз. Шевелитесь, быстрее. Открываю. Открывай! Открывай дверь! Уложите меня Ночь пройдет И солнце возродится И воды Нила Нил Поднимется И падет Отдается Отдается! Отдается! Давайте! Оставь нас. Подожди меня. Ты победила, Клеопатра. Прощай, Египет. Прощай, Египет. Прощай.